Мы лишь хотим донести до будущего состава ЗАГС Собрания позицию, ну, если хотите, сигнал, что, конечно, необходимо менять принципы работы, необходимо менять подходы, и то, как правильно сказал Невислав Крючев-Картухин, что состав правительства изменился, и даже просто по сравнению с предыдущим составом уже даже не 4, а 5 фракций. И, безусловно, принимать какие-то решения, условно говоря, одной фракцией, это будет неправильно, и, я думаю, честно по отношению избирателей к жителям Владимирской области, да, оно будет неверно в ходе принятия правильности решений, потому что, естественно, что в споре рождается истина, и тот состав, в том числе оппозиционных фракций, сегодня обладает профессионалами своего дела, патриотами, поэтому пожелания к будущему руководителю ЗАГС Собрания, ну, я думаю, сомнений, честно говоря, нет, что будет Владимир Николаевич, работать в тесном контакте с оппозиционными фракциями, работать в контакте не на словах, а на деле, потому что, да, сегодня большинство решений принимается простым большинством, не конституционным, но это не значит, что у фракции Единой России есть, в принципе, право морально принимать решения самостоятельно, поэтому мы призываем к учету всех мнений, мы призываем видеть позицию оппозиционной фракции, ну, и, конечно, чуть-чуть мы призываем работать вместе, мы вместе решили избирательную компанию, компания была непростая, мы сегодня представляем, по сути, тот запрос общества, который сложился сегодня на территории Владимирской области, поэтому, я думаю, тоже сигнал будет принят абсолютно правильно, и подходы будут многие меняться, а будущему руководителю, будущему руководству областного парламента я хочу пожелать удачи. Спасибо.